А это такой аттракцион, надо забраться. Да, да, да. Справитесь? Я надеюсь, что я не сомневалась. Я не умею кататься на лыжах и на коньках. Друзья мои, я очень рада вас всех видеть. И я вижу, что вы здесь все в одежде. И, наверное, для вашего большего комфорта, может быть, как-то стоит все это скинуть. Не догола, конечно. Ну, просто, чтобы мы с вами поболтали, я отвечу на все ваши вопросы. И не уйду, не сфотографировавшись с вами сегодня. И всем оставлю обязательно автографы. Я, честно говоря, не ожидала, что вас будет так много. Поэтому давайте раздевайтесь, располагайтесь. Я тоже расстегну пиджак, чтобы у нас была такая неформальная обстановка, более расслабленная. И чтобы мы с вами сегодня не упустили все моменты. Мне писали очень многие девчонки из Питера. И я почему-то думала, что в Москве будет больше людей, будет больше отклика. Просто, несмотря на то, что из Москвы тоже очень много читательниц и, так скажем, поклонниц, все равно Петербург — это один из моих самых любимых вообще городов в этом мире. И мне безумно приятно, что именно такой отклик идет отсюда. А нам-то как приятно. Скажите, друзья, Питер — это круто! Спасибо большое! Да, у нас сегодня есть личный официант у Алены. Здравствуйте! Очень повезло! Дома я буду его личным официантом. Он только здесь. Так, друзья, мы сегодня следующим образом поступим. Можно задавать вопросы прямо сразу. Мы не будем ждать никакого там времени. Поэтому готовьте их, пожалуйста. Да, поднимайте руки, давайте мне знать. И, пожалуйста, я попрошу вот эту площадку немножко пошире сделать, потому что задумайте. Да, мы подумали с Катей и посовещались, когда увидели, что столько людей. Я хотела сначала рассказать о книге, рассказать о том, что меня вдохновило, как я над ней работала. Но увидев такое количество людей, я поняла. Сразу же буду отвечать на вопросы, чтобы мы с вами не затягивали время, потому что я вообще человек пунктуальный. Я ценю время свое, ценю время ваше. В том числе я понимаю, что у всех у вас семьи, дети. И чем раньше мы начнем, тем быстрее вы окажетесь дома. Поэтому не стесняемся. Я отвечу на любые вопросы. И я к этому готова. Прекрасно. У нас самый активный человек уже практически на сцену взобрался. Ваш вопрос, пожалуйста. У нас два вопроса. Расскажите о своем детстве. И второй вопрос. Феминистка ли вы? Пошла, Жанна. Я начну со второго вопроса, потому что я скажу честно. Может быть, в зале есть феминистки, и я сейчас оскорблю их чувства, но я не поддерживаю это, ставшее популярным в последнее время и в нашей стране тоже движение. Потому что мне вообще кажется глупым кому-то что-то доказывать. Мужчины занимаются своими делами, выполняют свою функцию и на этой планете, и в нашей с вами женщины жизни. А мы занимаемся своими делами. Мне странно, когда женщины качают права, хотят какого-то равноправия, а иногда и стоять над мужчинами. Я очень много путешествую, и для меня всегда удивительно действительно слушать рассказы женщин, моих знакомых, когда они вполне себе обыденно рассказывают, как они со своим мужем в будущем заплатили в ресторане счет напополам. Для нас, для русских женщин, это дико. У нас мужчины другие. И мужчины у нас с более широкой душой, более щедрые, настоящие и великодушные. Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны поддерживать вот такие движения и любить наших мужчин за то, что они отличаются от европейцев и отличаются от американцев. Потому что там действительно так. Не только в Европе, не только в Англии такое происходит, в Америке, еще в такой, казалось бы, современной стране, где даже то же самое поведение в клубах молодежных ночных вызывает иногда ужас. Потому что наши клубы это очень что-то скромное по сравнению с тем, как там отдыхает молодежь. Девушки много позволяют себе по отношению к себе такого, ну, страшнее, чем Дом-2, честно скажу. Они даже приходят туда чуть ли не в белье, на дискотеку. То есть для них нормально надеть чулки в сетку, трусики и без галтера прийти так на каблуках в клуб. Это нормальная одежда. Но, тем не менее, счет они оплачивают пополам. В общем, странная какая-то история творится. У нас такого нет. И слава Богу. А еще про нас что-то говорят. Был еще вопрос про детство. Про детство? А как рассказать про свое детство? Что конкретно интересует? Мне интересно, в какой семье вы росли? В полной или мама плюс два? Я выросла в полной семье. Мои родители живут вместе и по сей день очень любят друг друга. Они познакомились в школе и сидели за одной партой с седьмого класса. И до сих пор сидят. То есть я выросла в той семье, где пример идеальных отношений был у меня перед глазами с детства. Но я немножечко другим путем пошла. Я не готова была мириться с какими-то жизненными обстоятельствами и ситуациями, которые складывались у меня в отношениях с мужчинами. И я не отношусь к числу тех женщин, которые что-то терпят. У нас одна короткая жизнь. Я вот сейчас как раз давала интервью и говорила, что век человека, он недолгий. Жизнь, она недолгая. Дай Бог до ста лет дожить нам всем. Но многие не доживают. Простите меня за такой цинизм и за эту грустную нотку. И вот тратить свою единственную, драгоценную жизнь, которую нам подарили родители, в которой вы вросли, развиваетесь, строите планы, строите себя, как-то делаете себя, карьеру, друзей, интересы. Тратить на то, чтобы терпеть что-то от другого человека? Нет. Ну, у меня, к сожалению, не было такого, как у родителей, когда вот все идеально, как шерочка с машерочкой. Были разные ситуации, были разные мужчины, и кто-то обижал, но меня очень долго обижать нельзя, потому что я сразу ухожу, поэтому я и уходила. У меня было очень много расставаний, которым, ну, я считаю, это абсолютно нормально. Это лучше, чем терпеть какое-то неуважительное отношение к себе или быть несчастливой в драке, который просто существует для прикрытия. Вот у нас очень большой такой тренд есть сейчас, там, счастливая жена и мать в Инстаграме. Мамочка. Мамочка, да, простите, там, счастливая жена и мамочка Платошки и Антошки. И вот нам смешно, а вы понимаете, что скрывается за этими аватарками и за этими названиями? Ну, ну, я уверена, что там проливаются слезы в подушку. Я уверена, что счастливая жена и мамочка занимаются напрямую обязанностями своими должностными по дому. Вот когда, я когда родила Богдана, я год не брала няню принципиально, потому что я не хотела, чтобы к моему ребенку притрагивался кто-то другой. Я все это делала сама. Все заботы по ребенку. Нет времени ни на что. Нет времени, чтобы поесть. Какие могут быть комментарии, особенно какие-то там негативные, вываливания своего плохого настроения в профиле публичных людей. Я не одна такая. Я не пункт земли. Пишут всем. Пишут всем плохо. Зайдите в любой аккаунт человека, который так или иначе популярен. Везде. Какой-то негатив. Вот люди сливают этот негатив и прикрываются счастливым материнством. И так вот это называется. Будем желать, чтобы было не так на самом деле, но имеют право на жизнь. Алёна, здравствуйте. Меня зовут Виктория. Немного не о книге. Вы только что вернулись из Дубая. Какая ваша самая любимая страна и почему? В моей самой любимой стране я еще никогда не была. Это Колумбия. Я мечтаю полететь туда и путешествовать там. Я мечтаю побывать в Медельине, в Боготея. Я мечтаю объездить все пляжи, поползать во всех джунглях, вообще узнать культуру людей, кухню, поведение людей именно в этой стране. Их стих... Я не знаю. У меня вот такое чутье. Я один раз вела реалити-шоу «Каникуры в Мексике». Если вы помните, такое было на канале MTV. Канала вот этого уже в нашей стране нет. Так как нет и шоу. Я прожила там почти полгода. И вот это настроение Латинской Америки, вот этот испанский язык, вот эта вся культура, традиции меня настолько сильно влюбили в себя, что не было, наверное, ни одного месяца в году после того, как я вернулась оттуда, а это был 12-й год, чтобы я не думала о Латинской Америке. До Мексики я еще была в Аргентине. Тоже Латинская Америка, но почему-то я так не прониклась вот этим таким интересным, непохожим ни на что духом. Просто, может быть, потому что была в Аргентине неделю, а в Мексике прожила полгода. И мне почему-то кажется, что вот мое это там. Я обязательно хочу туда поехать, но не просто как турист на две недели, а именно сделать путешествие и изучить все. А так, из тех стран, в которых я была, раньше я любила Лондон, и всегда почему-то думала, что вода вырастет, и мы переедем с ним туда, и я, пусть он получает там образование, а я буду жить там, гулять под этим хмурым небом. Собственно говоря, можно так, с таким же успехом погулять и в Петербурге, потому что Питер и Лондон мало чем друг от друга отличаются, только Питер красивее. И это факт. Но потом, со временем, я полюбила Америку. И если мне ответить на ваш вопрос, какую из тех стран, в которых я была, я ставлю на первое место, это Америка. Спасибо большое за вопрос. В Латинском мире, Колумбия меня ждет. Мы вам этого очень желаем. Спасибо. В Новом году. Есть ли у вас какие-то языковые барьеры? Говорите ли вы на языках свободно, на каких? Я говорю очень плохо на английском языке. Good morning. Good morning. Когда я путешествую со своим мужчиной, я всегда путешествую со своим мужчиной, я расслабляюсь. Причем под мужчину попадает теперь уже и сын, потому что он говорит на английском языке. Если мне нужно какой-то вопрос решить, я просто говорю, Богдан, переведи мне, пожалуйста, и он мне переводит. Но один раз я оказалась в ситуации, когда, опять же, это было в Мексике, когда на таможне в мексиканском, на таможне в мексиканской две мексиканки отбирали у меня крема, на который я только что потратила 500 долларов в евро в парижском duty free. Они были упакованы, то есть в пакете он был не раскрыт, все было проклеено этой пленкой duty free, но у мексиканцев так не принято. Если ты привез что-то в их страну, даже запакованное и купленное в аэропорту, они будут все равно у тебя это отжимать. Это вот, я не знаю, это такая политика, якобы прикрываются правилами, но на самом деле просто отжимают. Вы не поверите, я 30 минут на английском, очень таком агрессивном и жестком, отвоевывала свои банки принципиальные, я их отвоевала. Я говорила, что у меня аллергия, я больна, я без этого умру, я много чего им говорила, но я их отвоевала. После этого я подумала, ну, в каких-то ситуациях я знаю английский, знаю его неплохо, когда мне надо. Конечно, уровень английского моего языка, честно скажу, это аэропорты, это гостиницы, это магазины, это рестораны, ну, такой вот бытовой, слабый обычный язык, которым я не кичусь. Ну, сегодня, например, я в Инстаграм у себя дала запрос, может быть, кто-то видел, что я ищу преподавателя по испанскому языку, вот у меня сегодня осенило, что я вернусь сейчас из Петербурга и начинаю учить испанский язык. Супер. Давайте, давайте поаплодируем, конечно. Все не стесняйте, друзья. Пожалуйста, придумывайте вопросы, подавайте знак, я буду к вам уходить. Можно? Здравствуйте, Алюмина. Меня зовут Наталья. Я хочу вас представить в вопрос. А у вас строгая мама? Это первый вопрос. А второй вопрос, а как вы отметите критику самой себя? Критики самой себя? Первый вопрос очень хороший, строгая ли я мама, потому что я мама строгая и иногда я чересчур строгая, как мне говорят друзья. Но я считаю, что растить избалованного ребенка, у которого есть вседозволенность, который знает, что по первому требованию он получит что-то такое желаемое или желанное от своих родителей. И ребенок, которому не делаются замечания, который мешает, я не знаю, где-то в общественном месте, и ему не делаются при этом замечания, это вот вырастают чудовища. Я таких в своей жизни очень много видела людей. Мы их с вами привыкли называть мажорами, ну так вот, по-держки. Но на самом деле это серьезная проблема. Кто вырастет из человека, с которым не будут строгие родители? Человек избалованный, человек хамоватый по отношению к взрослым. То есть мой ребенок, мой ребенок дерзкий, мой ребенок в силу своего возраста там знает какие-то нехорошие словечки, иногда может как-то похулиганить, но он всегда уважительно относится к старшим, бабушкам, к дедушкам, он всегда уступит место, он всегда знает, где можно что сказать, а где нельзя. И у меня никогда не было такого, чтобы он где-то лег в магазине и с истерикой что-то требовал, потому что он прекрасно понимает, какой ценой вообще зарабатываются деньги. Я его приучаю к этому с детства. У нас нет такого, чтобы... У него даже нет айфона. То есть ему 8 лет, у моего ребенка нет айфона. Он безумно его хочет. Он видит, что айфон есть у старших двоюродных братьев, что можно сидеть в гаджетах, у кого-то там есть айпады, в школе у одноклассников тоже есть вот эти сенсорные телефоны. Но у него... Ну ему купили кнопочку в первом классе, он его потерял, после этого у него телефона нет. Пока он не научится относиться ответственно к вещи, пусть эта вещь стоила там пару тысяч рублей, я не помню, сколько стоил этот дешевый телефон, пока он не научится относиться ответственно к этой вещи и не терять ее, потому что человек должен уважать деньги и деньги своих родителей в том числе, у него телефона не будет. Очень долго можно рассуждать о воспитании моего сына, но у мамы я строгая, скажу честно, иногда даже чересчур жесткая, потому что я и за маму, и за папу. Я рассталась с отцом своего ребенка, когда моему ребенку был год. И хоть у него есть отец, и у них прекрасные отношения, и двое выходных в месяц он проводит с отцом, я все равно за маму, за папу и женщины, которые в одиночку воспитывают детей, ну как в одиночку, то есть я сейчас замужем уже второй раз, но вы понимаете, о чем я говорю. Кто воспитывает детей самостоятельно, без мужа, без отца своего ребенка, поймут, о чем я говорю. И второй вопрос, как я отношусь к критике. Само себе. Самокритична ли я? Я очень самокритична, иногда это доходит до абсурда, до какого-то самоедства, когда я ловлю себя на мысль, что все, стоп, хватит. Вот здесь можно себя похвалить. Вы не представляете, то есть книга вышла и произвела колоссальный успех в стране. Сейчас, на данный момент, на сегодняшний день, тираж составляет 40 тысяч, до моего отпуска он составлял 25 тысяч. То есть тиражи растут, она с бешеной популярностью набирает обороты, а я все равно могу сидеть дома и есть себя, и думать, так, ну ведь, ну что, ну все равно, я могла бы сделать это лучше. Вот я могла еще вот в такой-то главе раскрыть вот это получше. Наверное, здесь я недостаточно дала. Я постоянно ищу в себе какие-то минусы для того, чтобы переизменить их на плюсы. Но когда это доходит вот до такого уже самоедства, когда я сижу и могу печалить, и я себе говорю стоп, что все, хватит, надо обязательно похвалить, если есть конфеты. Спасибо вам большое за вопросы. Друзья, давайте сразу немножко определимся. Поднимите руки тех, кто уже прочитал книгу. А все остальные в пути, да? Сегодня, наверное, как раз подпишут и будут читать. Это очень здорово. Да, это очень здорово. Вопрос у нас с левого фланга от мужчины. Спасибо. У меня, наверное, я в рамках такой мужской логики задал вопрос, но меня смутило. Вот я послушал вас и хочу спросить, нет ли тут противоречия? Вот ваш исходный такой тезис, вы не понимаете феминистов, да? А при этом, говорите, я не потерплю, да? И доказывали Мексике, что вы можете качать свои права. И феминистские же тоже, по сути дела, качают свои права. Перед мужчинами. Ну какая разница? И теперь тут логика. Я просто говорю, что может не о своем рамках мужской логики рассуждаю, поэтому я не задаю вопрос. Получается так, можно принять решение, уйти от мужчины, уехать из страны. А может другое решение принять, жить с этим мужчиной, жить в этой стране, и качать свои права. Я просто не очень понял вас. Ну может быть я слишком запутанно, спасибо за вопрос, слишком запутанно объяснила. Смотрите, отстаивать свое и бороться за свое никакого отношения к феминизму не имеет. Я могу... То есть это личное отношение? Ну, это нормальное человеческое отношение, когда ты борешься за свое. Если обижают твоего ребенка, ты будешь бороться за него. Если у тебя хотят украсть какие-то твои вещи, на которые ты заработал деньги, там они на тебя не с неба упали, никто не принес мне ничего на блюдечке с голубой каемочкой. Все, что у меня есть, каждая копейка, каждая ситуация жизненная, все это мое, это мой жизненный опыт, это моя работа, это мои неудачи, это мои ошибки, это все мое. Почему кто-то должен на это, например, претендовать? И я поняла, на чем вы меня подловили. Качать права. То есть женщины-феминистки качают права настолько, что они хотят быть равными. Они доказывают мужчинам свое равноправие в этом мире, так скажем, не могу слов подобрать приличные. Они хотят иметь, но иметь по природе физической мы не можем. Это вас создал создатель так, что у вас есть чем иметь, а у нас карман, туда только положить можно. И где-то действительно можно присесть и, так сказать, смолчать, может быть, что-то потерпеть, но все равно это должно быть в пределах разумного и дозволенного. Если меня будут обижать, я могу ничего не отстаивать, я просто могу развернуться и уйти. Но только не крема на таможне. Крема я буду отстаивать. Особенно те, которые сама купила. Которые были с ним не, да? Тончайшие метафоры. Давайте поаплодируем Алёне за тонкость в ответах. Просто подбираю слова, мне не очень... Если бы мы сидели сейчас с вами на кухне и нас никто не снимал, я бы не выбирала выражение. Я всегда, когда мне подруги приходят ко мне с какими-то жизненными ситуациями, сложными, когда они ревут и говорят, господи, ружится мир, что делать? Я очень жесткая. Я не из тех подруг, которые будут сидеть, сюсюкать, вытирать сопли и разжевывать и говорить, ну давай мы с тобой еще вот так посмотрим. Я прям прозрачно все по-честному объясняю, потому что юлить смысла нет. И хотелось бы с вами не юлить, но тут есть камеры и пресса. И да, мы находимся в парке культуры и чтения, поэтому немножко обязывает нас этот танк по-величему. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Вопросы этого я не хотела задавать, и вот он мне возник буквально спонтанно. Первая минута, да. Вот мужчина, молодой человек, который наливал вам воду, это ваш супруг? Мой муж. Ваш муж. Вот вы знаете, я здесь сижу вот снизу, и мне было очень хорошо видно. Когда он к вам подошел, вот здесь он стоял, и я так подумала, что он планировал смотреть и любоваться вами, и что-то может быть вам помогать. И он подошел и стал что-то здесь вот даже и делать, улучшать на столе. И когда он подошел, ваш взгляд был знаете какой? Да, конечно, знаю. Я знаю. Металлический. Он у меня всегда металлический. Вот как будто бы к вам подошел надоевший, постоянно шкодивший ребенок. Да. Потом, значит, он отошел. Да, вопрос сейчас я задам, конечно. Он отошел, потом он подошел, все-таки вот воды вам стал наливать, опять что-то для вас, и вы второй раз на него так посмотрели. И видите, его сейчас уже нет. А вот вы в книге пишете, что научите нас влюблять в себя мужчину. Неужели таким взглядом можно мужчину в себя влюбить и еще и удержать его возле себя? Его нет, он убежал. Вопрос заключается в этом, да? Можно ли таким взглядом? Это же тоже не стыкуется. Его разными взглядами. Это как вы же не будете всю жизнь в миссионерской позе заниматься сексом. Простите меня, это стерзит, потому что мы здесь находимся. Нет, так, так, ну таким взглядом можно отпускать. Вы мне будете говорить, каким взглядом нельзя смотреть на моего мужа? Это не добрый взгляд. Так а вопрос-то в чем? Я смотрю разными взглядами на него мужчину. Я просто подумала, что вы посмотрите на него любящие взгляды. Ну, простите, что я не оправдала ваших ожиданий. Ну, это не мои ожидания. Вы же задали этот вопрос. Ну, это гармоничные вещи. А вопрос-то в чем? Ну, не стыкуется. А я не знаю, как не стыкуется. У вас не стыкуется, у меня стыкуется. Вот буквально за полчаса до того, как сюда приехать, у нас все дома хорошо стыковалось. Мы же чуть не опоздали. Я смотрю, что таким взглядом это практически все. Да, разными взглядами можно смотреть. Вас что, никогда не раздражал мужчина, например? Или вы никогда не смотрели? Да почему вы мне говорите, как мне нужно изменить себя? А почему вы мне говорите, как мне нужно изменить себя? Ну, вы же хотите меня научить. Я вас вообще ничего не хочу научить. У меня к вам вопросов нет. Да, конечно. Но я просто говорю, что это вещи из нестыкующихся. Тогда давайте мы с вами поменяемся местами, и вы всем нам расскажете, как важно смотреть на свою помощь. мужчину пищевым взглядом. Конечно, давайте вы здесь сделаете презентацию, и я обязательно на нее приду, если она еще пожелает. Давайте мы возьмем у девушки контакты, обязательно презентуем и мы сходим на мастер-класс, каким взглядом смотреть на свою помощь. Да, да, это прекрасная тема. Если есть, например, какие-то хейтеры в зале, давайте тоже задавайте вопросы. Я готова отвечать на вопросы хейтеров. Я, если честно, это обожаю. Друзья, спасибо, что вы начали быть еще более активными. Я вижу все ваши руки. Сейчас вопрос в галерке. И, кстати, Ален, если получится, чуть-чуть поближе микрофон, чтобы тут получше было слышно. Пожалуйста. Алена, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. На самом деле, тут вопрос благости. Я немножко на вашу сторону встану. Да, восприятие. Мы пришли увидеть вас, послушать вас. Вы прекрасно выглядите, вы транслируете прекрасную энергию. И вопрос мой заключается именно в том, как вам удается... Женщина — это удивительный источник энергии, движения для мужчины, достигаторства, да. Благодаря нам они все это совершают и делают. Вы сама достаточно сильная, волевая женщина, которая себя в обиду никогда не даст. И это замечательно. И вопрос. У вас так много источников вытекания этой энергии, да, вот, каких-то споров, вопросов, как вы восполняетесь и как вы отсекаете, скажем так, дом и работу. Какие-то, может быть, лайфхаки ваши личные. Благодарю. Хороший вопрос. Он такой, требует глубокого ответа. На самом деле, тяжело иногда расслабляться, потому что я не расслабляюсь. Это очень плохо. Я не пью алкоголь от слова «совсем». Потому что я хочу в 36 выглядеть, ну, если не на 20, то хотя бы на 30. И это сегодня я там при полном боевом раскрасе, в макияже, дома я выгляжу, когда не накрашенная, гораздо спокойнее, милее. Я понимаю, что моя кожа в 36 выглядит очень хорошо и во многом благодаря алкоголю. «Отсутствие алкоголя?» Оговорочка по Фрейду. Пора уже выпить, наверное. И мне иногда подруги говорят, слушай, ну ты как заведенный комок нервов. Вот у тебя просто иногда вот 2-3 недели не бывает выходных, я сплю по 5 часов. Мне говорят, ну выпей. И даже вот врачи советуют красное вино, оно там каким-то образом хорошо влияет на сосуды. Я во всю эту брехню не верю. У меня отец врач. И он в детстве мне говорил, что алкоголь – это яд. То есть я не понимаю, кстати, вот почему в нашей стране, например, наркотики запрещены, алкоголь у нас продается совершенно спокойно, потому что для меня это равносильно, ну однозначно равносильно. Я выросла в провинции, я видела, что делает с людьми алкоголь, особенно там, где нет музеев, нет театров, некуда поедать, не на что посмотреть, и молодежь пьет. Я росла в то время вообще, когда был пульт героина в стране. Я думаю, что Петербург тоже это все не обошло, и вы сами знаете, что творилось в 90-е. Но тем не менее, на моих глазах очень много и одноклассников, и одногруппников полегло вот от этих пагубных привычек и от алкоголя больше. Поэтому я не расслабляюсь, я не знаю даже, какой найти источник расслабления, может быть, когда-нибудь я его найду в спорт. Вот на самом деле, когда ты подсаживаешься на спорт, и он у тебя стабильный, систематически 3-4 раза в неделю, вот девчонки и мальчишки, вот поверьте, лучше нет ничего. Он, во-первых, вышибает из тебя всю дурь. Если вам лень ходить на йогу, занимайтесь боксом, потому что, например, мой вид спорта, это не йога, не медитация, я не могу, мне очень скучно. Мне нужно что-то делать, мне нужно либо бежать, либо плыть, либо делать что-то активное. Но бегать мне нельзя, потому что у меня проблемы с коленками из детства, и поэтому мне нужно либо плыть, либо вот руками активно работать. Поэтому я после бокса хорошо выжата, как лимон, но не всегда есть на это время. Это Петербург город. Одновременно можно за день сделать несколько дел. Про Москву говорят, что это город одного дела. Ты пока из точки А в точку Б по пробкам доедешь с одной встречи на другую, ты потеряешь колоссальное количество времени. И внедрять спорт в это время очень сложно. Но я восхищаюсь теми людьми, которые его внедряют. Плюс у меня еще очень много знакомых, которые днем внедряют спорт, а вечером в баре сидят и как-то еще и так расслабляются. Но это, видимо, какой-то высший пилотаж. Отсекаю, наверное, просто не то, что я не трачу энергию. Я не люблю дружить вот так вот, чтобы куда-то пойти с подружками в ресторан, потратить свое время на то, чтобы где-то собраться, одеться. Я очень люблю быть дома. Я люблю быть дома со своей семьей. Я очень часто люблю, если я устаю, я прошу, чтобы меня не трогали вообще. То есть и сын, и муж знают, что вот я хочу сейчас сесть, залезть на балкон с пледом, с книжкой, налить себе горячий чай или кофе и закрыться и вообще со мной разговаривать не надо. Я ухожу в какое-то такое молчание. Наверное, вот это меня очень расслабляет. Иногда я закрываюсь в ванной и сижу в ванной. У меня уже вода остывает по три раза. Я наливаю себе еще горячий и сижу. Мне муж позвонит с утра, мы с ним по фейстайму разговариваем, я сижу в ванной. Он позвонит мне через три часа опять по фейстайму и мы говорим, ты что, вообще что ли, мы с котом вот так вот сидим и иногда бывают такие дни, когда я просто от всех закрываюсь и, ну, наверное, это вот какое-то такое одиночество и оно меня очень наполняет. Я очень положительно отношусь к одиночеству. Вот здесь важно разграничить, потому что есть такое одиночество, когда про женщин говорят, вот там одинокая женщина или свободная. Я вот сейчас не про такую ситуацию, я очень люблю одиночество. Может быть, это связано еще с тем временем, в которое я родилась, я рак по гороскопу. Есть здесь раки? Конечно, да? Вы меня понимаете. Раки любят залезть в панцирь и сидеть там и молчать. В ванной с котом? В ванной с котом это вообще идеальное время. Ну, как-то все домашние уважают вот эту вот мою такую одинокую позицию, поэтому, наверное, вот отсекаю именно в одиночестве. Спасибо большое вам за вопрос. Мы продолжаем на галерке пребывать. Молодой человек, я вижу вашу руку, я вижу, я приду к вам, вернусь обязательно. Сейчас мы закончим на галерочке. Алена, добрый вечер. Нет, я составила, наверное, больше, чем за полгода. Я знала, что это будут две части. Первая часть посвященная нам, женщинам, и вторая часть будет посвящена мужчинам. Я составила в своей голове план этой книги, какая глава пойдет за какой и что там будет. Но я вообще ничего не писала и какие-то, ну так вот, заметки делала незначительные. И когда уже пришло время, когда мне из издательства сказали, что скоро надо будет сдавать книгу, как она у вас проходит, я говорила, да-да-да, у меня работа идет, книга пишется, все хорошо. На самом деле, книга писалась только в голове и вот незначительных заметках. Я, опять же, помню, как подходило уже время к тому, чтобы отправить ее в издательство. Я села на балконе, я закрылась от всех, я никого туда не пускала вообще, кроме кота, и написала ее за три недели. Вот просто круглосуточно я сидела ее, писала, спала по чуть-чуть, потом вставала и опять писала. У меня вообще все образы всегда приходят сначала в голове. Я не могу так. Я даже когда в университете училась и нужно было что-то сдавать, я сначала раскладывала это у себя в фантазии, в мозгах, а только потом выдавала буквально там за ночь до того, как нужно было что-то сдать, все это на листок бумаги и сдавала. То есть книга написалась очень быстро, но вынашивала я ее ну чуть меньше года. Спасибо большое. Еще один вопрос. Наверное, тоже по поводу книги, да? Новый. Здравствуйте, Аля. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы недавно открыли салон красоты в Москве. Планируете ли вы в Питере? Что такого же плана открыть? Вот все спрашивают, все спрашивают, и из Питера очень много было заявок, но знаете, я подумала так, я хоть и амбициозный человек, но я не хочу сейчас распыляться и открывать много точек. Я хочу сосредоточиться на одной и довести ее до идеала. Поскольку у меня нет опыта в этом вопросе, мне не важно, чтобы мое имя было написано в каждом городе. Я очень хочу, я сейчас очень сосредоточена просто на каждой мельчайшей детали. Я много времени провожу в салоне, вот и до поездки. Сейчас после поездки я просто, может быть, там не выкладываю, но я сижу там у себя в кабинете, я смотрю, как общаются мастера с клиентами, какие конфеты у нас стоят на столике, какая литература у нас лежит на столике. У нас там не журналы, а книги, поэтому это такой, наверное, мой личный фетиш, чтобы клиентки не журналы листали, когда приходят, а читали книжки. Там книги про макияж, книги про отношения между мужчинами и женщинами. Моя книга там, естественно, тоже лежит. Почему-то ее пока листают чаще всех, но я приучу обязательно своих гостей читать и другие книги тоже, потому что очень много у меня есть любимой литературы, которую хотелось бы, чтобы люди видели и знали о ней. Просто хочется сосредоточиться на одном детище. С удовольствием открою в Петербурге салон, но только в том случае, когда я уже буду безупречным профессионалом в этом деле, когда просто без запиночки будет все работать. Поэтому пока точно только Москва и то в одном месте. Я не планирую даже второго салона в Москве открывать, только один. Друзья, пожалуйста, давайте поаплодируем за книжки в салоне красоты от нас, от Крыжи и отрасли. Огромное спасибо за такую популяризацию. Еще один вопрос. Здравствуйте. Аленушка, здравствуйте, уважаемые люди. С Новым годом наступившим. Пусть каждый год вам принесет здоровье, счастье и комфорт, милейшие. Как приятно, что наши внуки учат нас пенсионеров, учат жизни. Напоминают о том, что Федор Григорьевич Углов, великий наш гражданин города, писал в книге из плена иллюзии. Не надо думать, что наркотики это кашиш, марихуана, анаша. Наркотики это спиртной табак. Алена это подтверждает своим внешним оприком, своей мудростью, своими книгами, своими качественными, внимательными отношениями. Спасибо, Аленушка. И еще извините за то, что кто-то вас обижал, обижает и будет обижать. Вот сегодня женщина обижает, извините за нее, пожалуйста. Я не обижаюсь. Это такая пара прекрасная, но вы же сосредоточены. Чем я обидую. Вам не до слащавых улыбок, вы сосредоточены. Вы человек дел, человек ваша ума. Я всем хочу уделить внимание просто. Спасибо вам, чудесный человек. Спасибо родителям, учителям. Только я как-то вот читала книгу, не обратила внимания, какой факультет вы окончили. Филологический факультет, отделение журналистики, Тюменский государственный институт. Спасибо, милейший. Низкий поклон вашим родителям, учителям. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот вы еще, кстати, сказали про табак, и табак тоже в том числе входит в этот список. У меня было дело, когда я приехала в Москву, и мне было 20 лет, я этим грешила. Года два, наверное, я курила сигареты, и меня тоже, когда часто в инстаграм спрашивают, Алена, как ты бросила курить? Вот если кто-то из вас, девчонки, курит, просто знаете, я когда прочитала, в 22 или 23 года, я не помню, ну, я курила 2,5 или 2 года, прочитала, что табак и сигареты снижают кровообращение, замедляют его, тем самым вызывают целлюлит, и цвет кожи у вас будет серый. Вот просто как отрезала. Я себя представила, подумала, так, у меня будет целлюлит и серый цвет кожи, просто если вдруг захочется сигарету, помните о том, что вам дороже. Внешний облик ваш, или, так скажем, какая-то непонятная палка во рту. Ну, конечно же, если вы поедете на Кубу, вот если я туда поеду, я обязательно попробую кубинскую сигару. Я это прям знаю точно, потому что очень хочется знать, что это такое. Но сигареты, вот сейчас я вам могу сказать, у меня был с ними опыт в молодости, нет, нет, и еще раз нет, и знаете, как разгрожает, когда у меня есть подружки курящие, но очень мало, у меня в основном все окружение в Москве, очень мало кто курит, в Москве вообще, в принципе, очень мало кто курит, потому что это вот в последние годы стало мувитоном, как-то вот неприлично, это некрасиво, и люди стыдятся, даже те, которые курят сигареты. Ты общаешься с человеком, от него, ну, такой запах идет неприятный, вот прям просто, настолько это отталкивает. Я всегда думаю, господи, милочка, как же вот у тебя же мужчина есть, как же он вот эти запахи чувствует, ну, ощущает, слышит, поэтому думайте о своей выгоде, а вам выгодно быть красивыми, вкусными и здоровыми, естественно, в первую очередь. Спасибо большое, еще один вопрос. Добрый день, Алёна. Здравствуйте. Владимир Коваленко, Ашкадат, Туркменистан. Во-первых, я хочу передать вам горячий привет от многочисленных поклонников, которые есть в нашей стране. Я вас вопрос не мучить не буду, я просто хочу спросить, планируется ли вы турне по странам Средней Азии и в частности Франции? Спасибо большое за вопрос. Не хочу никого обидеть, но я вообще никогда никакие турне не делаю. Я даже когда ушла с небезызвестного проекта, собственно говоря, который давний популярность 15 лет назад, я не вела корпоративы и не веду их до сих пор. Это моя принципиальная позиция. Я понимаю, что я за все эти годы потеряла очень много денег, потому что корпоративы очень хорошо оплачиваются и оплачивались раньше, они еще лучше оплачивались в нулевые, вот в эти с 2007 по 2013 по 2014 года, когда у меня были каникулы в Мексике или проект «Танцы со звездами», тогда просто баснословные деньги предлагались за то, чтобы провести чей-то день рождения, свадьбу, поехать там, устроить какой-то чёс по городам за деньги. Но я не могу, я не люблю это, не могу, я не хочу ни перед кем выступать, когда люди едят. Я не хочу обидеть артистов, и я глубоко уважаю там все профессии, все, которые есть, кроме, наверное, людей, которые продают наркотики или делают какие-то злые деяния. Но для меня артист – это очень сложная профессия. Выступать, открывать рот, если ты не в настроении, перед кем-то что-то говорить, веселить – это не мое. Я вот такой вот человек, я лучше сяду и напишу что-нибудь, чем я приеду, и я расскажу. Мне, безусловно, есть что рассказать, но пишу я лучше, чем говорю, и это факт. И мне так комфортнее, раки меня поймут. Когда меня никто не видит, я общаюсь посредством даже того же самого интернета. Как-то так комфортнее. Спасибо. Следующий вопрос. Алена, спасибо за презентацию. Очень интересно. У меня вопрос. А как вы отпускаете в эту жизнь? Мужчин и женщин? Как вы отпускаете с тем фактом, что люди, которые вы хотели, чтобы присутствовали в жизни, как-то больше не фигурируют? И куда-то вот мужчины или женщины сливаются, меркнут. Вот как вы двигаетесь вперед, не залипаете, не прилипаете и продолжаете свой путь? Спасибо за вопрос. Вы знаете, всегда просто наотмашь. Я никогда не возвращалась ни к прошлым отношениям, ни к бывшим молодым людям. Просто ты уходя, уходишь и выключаешь за собой свет. Как бы тебе потом не звонили, не падали в ноги и не говорили, что, господи, я осознал все свои ошибки, вернись, пожалуйста. Вот мое нет, оно всегда означает нет. И это не говорит о том, что я железная леди. Нет, я могу любить человека, но если он обидел меня, уйти и больше никогда к нему не возвращаться. Мне будет безумно больно. Я буду ходить месяц серого цвета просто дома, закроюсь от всех. Мне будет очень плохо, я буду реветь. У меня была такая ситуация, когда, это уже было после моего первого развода, у меня был роман, который очень был болезнен и очень тяжело мне далось расстояние. я рассталась, кое-что узнала про человека, он меня обманывал, вот у него были зависимости, я не хочу в это углубляться, но у нас просто такого вопроса не стояло, и я как-то узнала о том, что он за моей спиной, у него есть вообще совершенно другая жизнь с увлечениями, с пристрастиями, с определенными. И мне было больно, да безумие. Я вернулась, я помню, тогда в Москву, эти отношения были в Петербурге, и мне было настолько плохо, и когда он звонил и говорил, что все, я все брошу, и все будет хорошо, вот даже когда сильно любишь человека, я считаю, что всегда можно переболеть, пережить, перереветь, высказаться подругам, посидеть месяц, черт-то верит, даже к сигаретам можно на месяц обратиться, так скажем, посидеть, покурить, в дурь все это выкурить из себя, но алкоголь все равно нет. Вы запомните это. Вот, и как-то все это прожевать и выплюнуть. Я считаю, что плохо, когда женщина прощает, плохо, когда она прощает неуважительное к ней отношение. Я понимаю, что мужчину можно, наверное, за какие-то недостатки прощать, может быть, какие-то бытовые, может быть, он там тебя в чем-то раздражает, с чем-то можно смелиться, потому что мы все не идеальные, мы все писаем и какаем, мы все не особо-то и приятные, так скажем, у всех есть какие-то свои тараканы, недостатки, ужасные качества, и у меня, и у вас, и у каждого на этой планете. Поэтому что-то можно простить очень незначительно, но когда тебя предают, когда тебя вытирают ноги, например, у нас есть в шоу-бизнесе женщины, которым откровенно и изменяли, и это становилось достоянием общественности, не буду называть фамилий, но вот те женщины, которые после огласки, и когда весь там шоу-бизнес, вся Москва, все читатели в Инстаграм, все поклонники знают, что в твоей семье такое произошло, и потом ты это принимаешь, ну для меня такая женщина терпила. Вот как классно поступила сейчас Аня Лора после этой ситуации. Как только в прессе написали о том, что ее муж был замечен с какой-то девушкой в караоке, она прекратила отношения с этим человеком, с которым у нее семья была. И конечно там курицы закудахтали, господи, да можно же простить, он же такой классный, у вас семья сколько лет, у вас же прекрасный ребенок, человек себя уважает, она не терпила, она встала, отряхнулась и пошла дальше. И красивая продолжает делать, заниматься своей жизнью, заниматься своей работой. Ни я, ни вы, никто не знает, сколько слез у нее в подушку пролилось. Я думаю, что для любой женщины измена это поражение, это безумно неприятно, и каждый из нас это будет больно. Ну просто кто-то находит в себе силы, чтобы сказать, извините, до свидания, я ухожу в свою жизнь, а вы оставайтесь дальше со своими тараканами и со своим неуважительным отношением к женщине. А кто-то будет прощать, наверное, бояться, что не встретит любовь. Нет, девочки, любовь вы все встретите. И я не верю в то, ну то есть понятно, что у меня пример родителей совершенно другой, здесь да, любовь одна и на всю жизнь, и моя мать вообще не знает, другого мужчину никогда не видела, кроме моего отца, и он точно так же. Но, если не получилось один раз, значит нужно идти и получится во второй раз. Не получилось во второй раз, не надо ставить на себе кресты, сидеть, терпеть или прощать, получится в третий раз. Каждый человек обязательно встретит на своего. Но если только он этого хочет. Вот у меня, например, бабушке 80 лет, после смерти деда, когда 42 года ему было, и ей тоже, она так и не вышла замуж. Она прожила всю жизнь одна, после этого она продолжает компостировать на мозг вот последние годы, потому что, так скажем, человек одинокий, человек всю жизнь прожил один, ну пол жизни, и, конечно же, там есть свои заморочки, и я думаю, что многие меня понимают, старые люди, не все Эйнштейны, и не у всех там есть какие-то, так скажем, интересы, увлечения. С моей бабушкой, например, невозможно поговорить ни о политической ситуации в стране, ни о экономической, да вообще уже, наверное, ни о чем нельзя поговорить, только любить ее, колить и лелеять, как ребенка, потому что, ну вот она такая вот одна была. Но это ее выбор. Не надо бояться остаться одному или одной. Если захотите, останетесь, а если не захотите, вы обязательно встретите человека. Спасибо большое. Ален, раз уж мы затронули Ани Лорак вопрос. Вы ведете колонку в журнале «Семь дней». Вот в связи с этим вопрос, вы сами выбираете темы или вам говорит редакция? И когда вы высказываетесь, а вы девушка колючая, за что мы вас любим, они вас редактируют, смягчают или нет? С журналом «Семь дней», если кто не знает, я являюсь колоннистом в журнале «Семь дней», всегда поступает заказ на ту или иную тему, всегда поступает заказ на звезду. Я, если бы была моя воля, я бы, наверное, выбирала, я не знаю, кого бы я выбирала, ну уж точно не Егора Крида, поверьте, но про него я тоже писала, потому что был на него заказ, он, кстати, обиделся на эту статью и заблокировал меня в Инстаграм после этого, чему я очень сильно удивилась, потому что так поступала до этого только Вера Брежнева. Вот. Мне поступает заказ, и я высказываю свою точку зрения о ситуации. Но скажу честно, журнал «Семь дней» это такой, все-таки, интеллигентный, приличный журнал для... Вот его читает «Моя свекровь». Я думаю, что очень многие женщины как раз вот социального статуса, возраста, именно такая читательница у журнала «Семь дней взрослая», семейная, состоятельная, состоявшаяся в жизни женщина, у которой есть дети, возможно, даже внуки, поэтому мы сразу же с редакцией договорились, что слишком полка, я не пишу, поэтому самые приличные мои статьи, так скажем, самые выглаженные, самые спокойные, можно найти именно в журнале «Семь дней». Я еще веду колонку для лайфа, «Супер.ру», по-другому называется, и там вот можно уже разгуляться и называть вещи своими именами. Вот, и там, конечно, так скажем, я больше я. Спасибо, что приоткрыли нам тайну. Друзья, у нас остается катастрофически мало времени, потому что нас много, и да, чтобы мы успели еще автографировать все и фотографироваться, поэтому прям последние пару вопросов. Как раз-таки мои последние пару вопросов. Алена, я о книге хотела бы поговорить. Немножко откровенный вопрос. В главе про секс вы пишете о размерах членов, о том, что они имеют значение, и блогеры сейчас стали настолько откровенны, что могут открыто говорить о своей интимной жизни, например, Явлеева, ее 15 сантиметров. Вот где все-таки эта грань между открытой пошлостью и хайпом? Как балансировать? Вы знаете, у меня книга уже ушла в издательство, когда было это интервью у Дудя. Честно скажу, наверное, если бы это интервью вышло после, может быть, я и вообще не делала бы эту главу, потому что как-то действительно вы правильно сказали, в последнее время очень много вот этого стало, и даже уже не знаешь, как реагировать. Но не знаешь, почему. Дело не в хайпе, я здесь о другом. Я человек, у которого 2 миллиона подписчиков. Я несу ответственность перед аудиторией. Несу. Я несу ответственность перед молодыми людьми. Я несу. Я не могу сказать, ты знаешь, чувак, у тебя маленький писюн, поэтому вообще иди и сделай с собой что-нибудь. Такие вещи нельзя говорить. Это страшно говорить, потому что это мы с вами люди взрослые, там, с устоявшейся психикой, похихикали, вспомнили всех своих любовников, у кого морковка, у кого баклажан, да и забыли про это. А вдруг интервью или на эту тему наткнется молодой подросток, у которого еще нет сексуальной жизни, придет домой, себя там что-то померит, расстроится или не дай бог вообще в окно выйдет, потому что вот кто-то с экрана сказал, что там 10 или 15 или 25 сантиметров это плохо. Я считаю, что люди, у которых, я не знаю, больше там 3-5 тысяч подписчиков априори в инстаграм или где-то на ютуб-каналах, они обязаны выбирать выражение. Мы можем в шуточной форме про размеры поговорить. Я в своей книге затрагиваю размеры с точки зрения того, как мы вообще подходим или не подходим друг другу. безусловно, так скажем, на каждого купца есть свой товар. И есть мужчины, вот у меня подруга очень любит афроамериканцев, у меня никогда не было любовника черного, у нее всегда у нее прям зиг. Она говорила, что у них там, ну это опять же, такие мужчины, наверное, подходят женщинам, у которых там тоже все подходит под этих мужчин. Мы все под кого-то подходим, как винтики-шпунтики, как ключи. То есть вы больше с физиологической какой-то стороны знаете? Я, конечно, я затронула эту тему в книге именно с точки зрения физиологии, потому что я не призываю женщин, так скажем, не проверить мужчину до свадьбы. Вот моя мама с папой, у них после свадьбы все случилось. Я ей потом говорила, мама, если вы друг другу не подошли, она говорит, а нас раньше вот так вот всех, то есть это было неприлично до свадьбы там что-то делать. Я говорю, ну а как люди, если вы не подходите по запаху, по размеру, по энергетике, по страсти, по темпо-ритму, Господи, по чему угодно. Ну вот так вот раньше было. Ну мы живем, слава Богу, не в облина царя горохом, мы свободные люди, перегибать тут тоже не надо, но я считаю, что быть любовниками до того, как ты официально зарегистрируешь отношения, это нормально. Понять хотя бы, подходите вы друг другу или нет. И с точки зрения размеров, я в первую очередь хочу сказать, что не надо отчаиваться, если кто-то сказал, что у тебя здесь слишком мало или наоборот слишком много. Ты обязательно встретишь того человека, который будет подходить тебе и в сексуальных вопросах тоже. Сто процентов. А можно сказать, главное это нравственно-психологическая совместимость. Вот потому как, если это есть, то это на всю жизнь, как у ваших родителей, как у вас сейчас гармония. Если нравственно-психологическая совместимость, нет, ничего не получится. Даже если он будет в космосе, ваш человек, все равно вы будете трепетать и любить. Спасибо большое. Давайте поаплодируем средствам шалам. У нас есть еще один вопрос, мужчина очень долго решается. Давайте послушаем. Это стихотворение поэта Молчанова. Здесь написано. Я обязательно... Ушел мужчина, видимо. Ушел, но я в любом случае, мужчина свой кусок, так скажем, известности не упустит и не пройдет это все даром. Я обязательно сегодня выложу это в сторис. Здесь прочитайте, и не только вы это увидите. Очень векровный мужчина. Сразу да. Фамилия Молчанов. Все, мы ее теперь забыли. Прикидывается иностранцем на ура. Ален, прямо вот и раз мы находимся в книжном магазине. Давайте немножко подытожим. Какую литературу вы сами читаете? Какие-то, может, книги у вас сейчас настольные или прямо самое любимое от сердца? Посоветуйте нам что-нибудь. И может быть, кто-то сегодня уйдет не только с вашей книжкой, но и с вашей любимой книжкой. Вы знаете, поскольку я закончила филфак, и нас, скажу это неприятное слово, заставляли читать тонны литературы, к которой мы очень часто были не готовы, потому что поступили мы учиться в 17 лет, и тяжело давались многие произведения, сейчас я понимаю, и иногда даже жалею, что мы не слушали преподавателей, которые там, пусть какую-то, когда нам казалось, что это занудная какая-нибудь там древнегреческая литература вообще, зачем она нам нужна, я жалею, что я не слушала внимательно педагогов на лекциях, не конспектировала фамилии авторов, которых важно прочитать, у меня все это осталось в Тюмени, вообще в небытие, но я хочу дать совет, всегда при любых обстоятельствах читайте классику, пусть книги, которые выходят современных авторов, даже вот мою книгу, пусть это будет как, ну, чашечка кофе, такая вот, приятно выпитая, где-нибудь там в кафе, возле фонтанов, самое главное, закладывать базу современных, современных говорю, вот классика, у меня любимый автор, это Толстой, Лев Толстой, я когда перечитала Анну Каренину, то есть понятно, что мы все ее читали, то ли в школе, то ли в университете, я уже не помню, когда я прочитала ее первый раз, когда я ее перечитала второй раз, а потом третий, я вообще села и подумала, а зачем нам давали это изучать тогда, ты, когда наберешься опыта, когда у тебя уже возникнут отношения с мужчинами, когда ты знаешь вкус жизни, когда ты знаешь вкус расставаний, горечи, обид, предательства, вот тогда все это нужно принимать в себя, поэтому перечитывайте то, что вы не прочитали когда-то из классики, или, может быть, вообще не читали, может быть, в кратком изложении все это прочли, я помню, у нас были такие однодружники, и издавали, перечитывайте это, пусть вот такая легкая литература, как моя книга, как, может быть, какие-то другие авторы, это будет так, как мгновение ветра, пусть она вот красивая лежит, и если вам нужен какой-то совет, нужен какой-то ответ, вы, безусловно, его найдете, но основа, она только в классике, и еще, вот у меня муж, например, мы с ним постоянно на эту тему ругаемся, он в книге все слушает, вот он в книге, у него аудиокниги, я вообще не могу слышать ничей голос в своей голове, мне нужно обязательно открыть ее пальцами, почувствовать запах, мне нужно перечитать, если вдруг я не уловила мысль, и мне хочется ее, там, по 10 раз я иногда читаю какую-нибудь мысль, особенно вот у Толстого, у Достоевского, такое часто происходит, когда ты просто ныряешь вот в эту мысль, и как в океан в нее всплываешь, и начинаешь уже там в себе что-то додумывать, уже книгу отложишь, анализируешь, вспоминаешь, сравниваешь это со своей жизнью. Я олдскульщик, я считаю, что книги нужно читать, я всех пропагандирую, не слушать их, и не прибегать к аудиокнигам, да, может быть, если вы стоите в пробке, или вы где-то на спорте, безусловно, это лучше, чем слушать какую-нибудь современную песню, не будем называть певцов и певиц, которые сейчас у нас популярны, это лучше, да, вы можете послушать, но если вы дома, забудьте про аудиокниги, просто читайте. У меня большая любительница. И мы находимся в парке культуры и течения, поэтому, конечно же, читайте только бумажные книги. Последний вопрос, просто не могу не спросить. Телеведущая, журналист, блогер, если у вашего сына спросить, кем работает твоя мама, что он скажет? Он скажет журналист. Вот так. Да. Это трассировка, или он сам? Нет, он сам, он говорит, папа экономист, а мама журналист. Как-то вот он так с детства говорит. Но иногда, если у Богдана спрашивает какой-то чужой человек, он может запутать, он такой дерзкий парень, он может вообще какие-нибудь такие вещи наплести про нас, кто не знает, что это наш ребенок. Он один раз вообще дяденьку так напугал, но это нехорошая история. Я не знаю, стоит ее рассказывать. Ну ладно, приведу пример, потому что ребенок такой, ему палец в рот, не клади, какой-то дяденька на площадке. Он гулял с няней, но он просто по-доброму спросил у него мальчик, кто у тебя родители, где у тебя родители. Он такой, да знаете, дяденька, нет у меня родителей, сирота я. Дяденька в шоке, да бросили меня, и мать, и отец говорит. Отец у меня улетел куда-то то ли на Луну, то ли в космос, а мать вообще в другом городе. Няня мне потом рассказывает, дяденька смотрит, правда? Он такой, ха-ха, нет, я пошутила, мама журналист, папа экономист. То есть он может вести в заблуждение и не только, и про себя может что-нибудь рассказать такое очень. А если у вас спросить одним словом, кто вы, вы бы какую назвали? Вот пока не могу я определиться, если честно. Я вообще не отношусь к никаким профессиям, потому что мне кажется это как-то слишком пафосно. Я даже постепенно с годами удаляю из инстаграма у себя все регалии. Раньше там было написано, когда только появился инстаграм, там блогер, модель, там одно, другое. Сейчас я как-то так хочется поскромнее и потише себя вести, что, наверное, через пару лет там просто останется Алена Водонаева, несмотря на то, сколько будет достижений, может быть, еще больше будет написано книг, и больше будет проделана работа. Но вообще с годами понимаешь, что все эти понты, и раньше я этим тоже грешила, и во многих моментах я себя так высокомерно вела, настолько стыдно потом за это становится, когда уже осознаешь, как это неприятно, как это некрасиво, и такая ужасная банальная фраза, там, будь проще, и люди к тебе потянутся, или там, чем проще, тем лучше. Я не призываю вас быть проще, наоборот, развивайте ваши таланты, хвалите себя, и будьте уверены в себе, и знайте, что вы самые лучшие, но не ведите себя с людьми высокомерно. И я вот всегда вспоминаю себя прошлую, понятно, там в 20 лет много спеси, много понтов, там много пафоса, но чем раньше ты себя начнешь ставить на место, мне кажется, тем правильнее. Хотя, честно, хвалить себя тоже не забывайте, но не выделайтесь. Я вот всегда с собой и в последние годы борюсь, и боролась, и вообще хочется как-то даже извиниться перед теми, если вдруг нас сейчас кто-то слышит из тех городов, которые находятся далеко от Санкт-Петербурга, и вдруг они увидят это, хочется извиниться перед этими людьми за какой-то вот он, наверное, неоправданный пафос, который просто был, потому что меня же узнали все по реалити-шоу изначально, которое было, да, 15 лет назад, после этого было проделано очень много работы, там, тяжелые каникулы в Мексике, и очень много было уже шагов, которые вот ты, я, которые сама делала, 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 и там, к чему-то пришла, и сама заработала, но, тем не менее, вспоминаю себя там даже 20-летнему, вообще просто хочется сказать, тем людям, которых я как-то заделала, сорян, ребята, это был возраст, и вообще непонятно какой-то гонор. я думаю, что это прекрасно и нормально, и главное, что сегодня здесь собрались все те, кто уважает ваш творческий путь, и помнит не только... ведущая, журналист, блогер, мама, просто витейцы прощаются Алены. Мы вас благодарим, большого вам творческого пути, книжек, 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 и делайте, что вам угодно, мы вас будем поддерживать. Спасибо большое. Я думаю, что нам... я остаюсь здесь и начинаю все... Да, я сейчас... Да, я сейчас немножко помогу нам организоваться, друзья. Значит, место перед сценой остается свободным, здесь стоят только фотографии. Продолжение следует...